Всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено покупкам летней одежды. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Первое, что я вам покажу, это будет вот такой вот короткий топ от H&M. Меня почему-то потянуло на такие совсем коротенькие топики. Вы посмотрите, да? Я купила их несколько. Я думаю, что на этом я также не остановлюсь. Я знаю, что голый живот давно не в моде, но как-то в последнее время очень популярны штаны и юбки с завышенной талией. Поэтому как бы сильно не свечу своим животом. В принципе, это выглядит вот так. Вот купила я этот топ для того, чтобы носить с юбкой, которую я вам покажу. Сейчас, через несколько, наверное, минут. И также с такими белыми штанами, тоже из H&M. Топ я купила за приблизительно 7 долларов, где-то 6,5, наверное. То есть он такой вот широкий, как маечка. И штаны белые. Прям сидят по фигуре, да? Можно носить также в офис, как по мне. Также, видите, они такие коротенькие. И я просто не смогла удержаться. Стоили они 20 долларов. Поэтому, как по мне, очень-очень и даже очень. К этому всему я купила такие белые босоножки, которые, в принципе, не в моем стиле. Я думаю, что они также не всем понравятся. На таком толстом каблуке. Я их купила в центре приблизительно за 40 долларов. Они настолько удобные. Вы знаете, мне с малышом просто совсем как бы на таких тоненьких шпильках. Немножко страшно даже ходить, потому что я его часто ношу на руках. Даже чтобы спуститься вниз, не надо встречи в этажах снести его на руках. Вы знаете, немножко страшновато. У нас перил нет между некоторыми этажами. И мне просто страшно есть и малыша. Он тяжелый. В основном еще что-то с собой несет. Поэтому выбрала вот такие вот очень удобные босоножки. Следующие вещи, которые я вам покажу, мне кажется, очень-таки девочковые. И подойдут на каждый день. Также эту юбочку можно будет комбинировать с рубашками. И я сниму обязательно такое видео. Одна юбка, три аутфита. Чтобы показать вам, как одну вещь можно обыграть в разных аутфитах, да, в разных нарядах. Так, чтобы она смотрелась и на каждый день. Где-то вы бежите за покупками. И также можно более по-спортивному одеться. Ну, в общем, посмотрите, если вам интересно. Скоро такое видео, я надеюсь, появится. И также, видите, я купила в H&M такую вот коротенькую маечку. Обалденно она смотрится, как по мне. Очень так, ну, как бы животик открыт, но скромно. И стоила она 10 долларов в H&M. А юбка у меня из Среди Вариуса. Мне очень нравится такой крой. И стоила она около 25 долларов. Так что, ну, как по мне, это вообще будет моя любимая вещь на лето. Кстати, я эту юбку люблю носить также с вот такой вот майкой. Я сниму для вас аутфит. Майка за 10, боже мой, не за 10 долларов. Где-то за 7 долларов, да, дешевле она была. Из H&M очень прикольно смотрится, потому что она, типа, так выглядит наподобие той, которую я показала вам с арбузом. Единственное, что она выглядит, в самом деле, как обрезанная, да. То есть, видно здесь номер, и здесь вообще она не обшита. И такая она, какая-то небрежная, но смотрится очень клево с одними такими. У меня есть вот такие, как кеды. Я вам обязательно покажу. Вот специально не показываю вам ее на себе. Но, в самом деле, прикольная и стильная вещь. Как вы уже знаете из моих предыдущих видео, я огромная любительница платьев. У нас уже начались распродажи. Где-то под конец вот так вот мая начинается распродажа в H&M. Но у них вот они распродают как бы свою коллекцию актуальную, да, только привозят, по-моему, какие-то специальные вещи. Очень редко можно найти по скидке какую-то вещь, которая, в самом деле, была раньше в магазине. И привезли вот такие вот платьица. Я не смогла удержаться, потому что стоили они где-то, не где-то, а точно 13 долларов. И я вам сейчас покажу также другие. Но это у меня как бы, у меня сомнения в поводу именно этого платья, потому что я взяла размер S, а не XS. Потому что в ске я не поместилась в груди. Напишите, пожалуйста, что вы думаете. Я часто как бы прошу вас, чтобы вы написали, что вы думаете, потому что для меня важно ваше мнение. Вы меня видите со стороны, и со стороны часто виднее, да, как что-то сидит там, или как кто-то накрашен. Все-таки меня люди видят каждый день, да, где-то на улице, и мне просто важно ваше мнение. Я не спрашиваю вас для того, чтобы вы написали мне, боже, какая-то красивая, или как классно у тебя все сидит, на тебя все сидит, или какая-то классная фигура. Мне в самом деле важно ваше мнение. Так что, ну не знаю, как-то оно так немножко, ну вот напишите, что вы думаете, как-то оно не совсем мое. Но мне нравится, что оно тоже такое девчачье, и очень такое легкое. Также можно его носить с вот таким вот колье, кстати, я тоже недавно его купила в Страдивариусе, и оно стоило 15 долларов. Так что, такой вот у него нежно-голубой цвет, baby blue, который сейчас популярен. Кстати, я платье буду носить с белым скалтером, чтобы не было там комментариев таких. Просто сейчас не хочу будить малыша и переодеваться. Как я упомянула раньше, я купила также еще два платья под очень похожего кроя. Стоили они также 13 долларов, но они все-таки чуть-чуть отличаются, и размер и цвет для меня просто идеален. Черное платье с такими вот вставками, и очень красиво, как бы здесь вот вырезано, да, очень красиво оглядаются плечи. На работу можно будет набросить какую-нибудь там курточку, либо пиджак. У нас в джинсовой куртке можно было ходить. И вот такой вот узор. Очень мне нравится, как смотрится именно такой фасон у меня на фигуре. Ну, это платье, куда же я без платья. Как вы уже знаете, очень популярными стали покупки с китайских сайтов, типа как Choice, OceanSide, но я не смогла так же удержаться. И сделала свой первый заказ. Своим первым заказом я, ну, не могу сказать, что довольно, очень довольна. В принципе, одна вещь мне безумно понравилась, я вам покажу ее чуть позже. И как большая любительница платьев не смогла не заказать себе платьице. Такое платье я заказала с мыслью о вечеринке. И стоила оно около 30 долларов. Я его видела у нескольких девчонок на YouTube. Мне показалось, что выглядит оно довольно-таки достойно. И что можно смело заказывать. Также девчонки, которые показывали, были худенькими. Говорили, что с размерами все в порядке. Вот, так что я заказала тоже такое платье. Итак, это платье довольно-таки с толстого материала. Я думала, что буду его носить где-то, либо же на работу, либо, может, на какую-то вечеринку одену. Может быть, даже осенью буду одевать. Это довольно-таки нарядное платье. И я заказала себе размер М. В смысле о том, что платье будет короткое, что часто бывает. И длина, в самом деле, для меня, как бы, это в самом деле размер М. И для меня оно, как бы, по длине неподходящее, потому что оно как-то ходит до колена. Качество мне не очень понравилось, потому что какие-то ниточки везде. Посмотрите, здесь, допустим, неровно пришито. В принципе, материалы хорошие, да. Но вот эти вот какие-то всякие ниточки, как вы можете видеть, да, меня просто сводят с ума. Вот, что ж, пожалуйста. Я раньше заказывала себе вещи на eBay, тоже из Китая, из Хонгконга, поэтому я знала, чего можно ожидать от них. Но это платье мне, как бы, не подошло по размеру. В принципе, за 30 долларов я могу простить эти какие-то ниточки, но просто жалко вот кому-то отдавать. В принципе, красивое, нарядное платье. Если вам понравилось, то можете попробовать. Ничего страшного, да, с этими ниточками. Можно их пообрезать. Но все отшито, как бы, ровненько. Нет таких, такой ситуации, что что-то неровно, там еще чего-то. Так что жалко, что с размером прогадала. Следующая моя покупка. Это вот такие вот штанишки, которые я схватила в магазине Мохито. Уже перед закрытием магазина вообще их не меряя. И, как оказалось, это вообще просто штаны идеальные для меня. Сейчас они после стирки и сидят, сидят, как по мне, безупречно. Потом они чуть-чуть, буквально чуть-чуть растягиваются. Для меня это важно, потому что в H&M, допустим, 34 размера растягивается до таких размеров, что они спадают у меня потом. И вообще эти штаны сидят идеально на фигуре. И я вообще безумно довольна. За 30 долларов такая ткань. Длина также для меня идеальна. Так что, девчонки, если вам нравится вот такого цвета штанишки, загляните, они еще есть, я видела. И я их купила с мыслью о том, чтобы носить их какими-нибудь белыми свитерками. С вот этой вот рубашкой, которая у меня из Zara. Я его очень люблю. Буду носить также с такими либо же белыми туфельками, либо же такими синими. Посмотрим, какое у меня будет настроение. Добавлю какие-нибудь классные браслеты. И будет классно. Очередная вещь будет также из сайта Sheinside, которой я очень довольна. Просто для меня бомба. Стоила она также около 30 долларов. Я обязательно все ссылочки оставлю внизу. Напишу еще раз, какие размеры я себе купила. Так что, мне кажется, что эту вещь стоит заказать. Так, это вот такой вот свитерок, который издалека может казаться совсем таким обычным. Рука по мне просто привычка закатывает. Длина у них нормальная, как вы видите. Но я взяла себе размер M. Потому что у моей подружки очень хороший. Есть уже такой свитерок. Я видела, как он на ней сидит. Он чуть-чуть как бы такой длинненький сзади. Здесь такие золотые замочки. И что самое классное, это у него вот такая вот структура, как вы видите. То есть он не ровненький такой, а как бы такой, ну вы видите сами. И для меня очень важно было то, чтобы он был такой хлопковый. Чтобы он не был синтетический, чтобы он не парил. И это безумно приятная вещь к телу. Я вчера в нем целый день ходила. У нас сейчас прохладно довольно-таки. То есть он и тепленький, но не парит. Так что, если вы ищете что-то такое, мне кажется, вот такой вот свитерок, он будет классно смотреться. Также с шортами. Обязательно гляньте, потому что они довольно-таки часто появляются, но быстро распродаются. Поэтому спешите, чтобы все они раскупили. Я очень люблю заглядывать также в недорогие магазины, типа как New Yorker, потому что там в самом деле можно найти обалденные вещи. В этом сезоне очень модные разные такие футболки, майки с такими надписями простыми, да, но очень часто с какой-то идеей. И я увидела такую вот майку. Carl loves me. Как по мне, очень прикольно. Смотрится она, она вот такая вот с огромными вылезами. На пляж, также на каждый день, с малышом в песочницу. Я знаю, что меня смотрят также молодые девочки, так что на лето самое оно. Я, кстати, часто покупаю вещи, не меряю. Я настолько знаю свою фигуру, что приблизительно знаю, как что-то будет сидеть на мне. И схватила также шорты. Шорты я также... А, мальчика стоила 10 долларов. Вообще обалденная, как за такое качество. Вот, в самом деле, хлопок такой не тоненький, знаете, а не такой, который растянется там вообще после первой стирки. А, в самом деле, качественная вещь. И шорты, которые обожаю также в Нью-Йорке или покупать, они стоили где-то 25 долларов. Но вы сели идеально. Я купила их не меряя. И интересны они тем, что у них такой вот цвет, знаете, как бы как мрамора, да, немножко. И такая вот, такой вот кармашек сзади. Так что ношу с огромным удовольствием. И они также из такого хорошего материала. Если любите джинсовые шорты, как я, загляните, у них очень-очень много разных, при разных моделей. Но у меня уже есть несколько шортов, поэтому... Поэтому я купила себе вот такие. Вот также купила несколько еще маечек, которые сейчас в стирке. Покажу вам их в какой-то еще одной части с покупками. Кстати, забыла совсем сказать, что покупки мои с Ши Инсайд пришли мне за 2,5 недели. Поэтому очень-очень быстро. Мне не пришлось долго ждать. Иногда вещи с Китая идут довольно-таки долго. Но в основном я жду где-то 2 недели, 2-3 недели. В этом месяце я как-то не покупала много обуви. Я жду распродажи. И купила только сандалии, которые мне безумно понравились. И стоили всего 20 долларов. Нет, 23 доллара. В таком магазине CESATS. А я знаю, что на Украине они также уже есть. Итак, это вот такие вот сандалии. Как видите, с таким золотым носочком. И еще такая вот... Не знаю, перегородка. Это можно так назвать тоже. Золотая она из пластика, по-моему, какого-то. Но не обдирается ничего. Я их носила также на пляж. Так что обалденные. На ножке смотрится очень круто. В таких видео я также упоминала о том, что я обожаю разные-разные леггинсы. Но с леггинсами такая проблема, что у них либо такая ткань, которая парит, либо такая, которая быстро растягивается, а потом они спадают. Так у меня часто происходит с леггинсами из Inditex, то есть это Stradivarius, Бершка. Вот я купила себе в Нью-Йорке леггинсы за где-то 15 долларов. И они очень классно сидят. Они из такого толстого хлопка. Ну, как бы добавлено что-то еще, чтобы они тянулись. Но они совсем не парят. Они настолько удобные. Они вот длинные довольно-таки. У меня размеры CES. Но идеально сидят на фигуре. Очень приятный такой вот узорчик. Были разные. Так что заглядывайте в такие магазины. Не бойтесь, там тоже есть классные вещи. Это все, что я вам покажу в этом видео. Я надеюсь, что вам нравится видео с покупками. Если да, ставьте пальчики вверх. И всем огромное спасибо за внимание. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч.